О процедуре и сроках избрания главы города. Первую сессию мы планируем провести 19 числа, внеочередную сессию, на которой будет, если завтра все на комиссии состоится, будет внесено постановление о начале процедуры. Как итог выбора уже сами, это где-то будет ориентировочно 24 октября. О голосовании. О составе комиссии. Комиссия будет формироваться в составе 10 человек, 5 человек должны будет направить губернатор, и это его усмотрение, кого он туда направит. 5 человек будет направлять в комиссию городской совет. В городском совете есть 5 депутатских объединений, это 4 фракции политических и одна внепартийная депутатская группа. И предварительно мы договаривались, что исходя из этого принципа мы и будем исходить. О мнении горожан. То, что касается работы с населением, она соответственно каждым депутатам будет проводиться по кругам. Публичными это слушание можно назвать, встречами с населением, встречи в коллективах и так далее. То есть вот такая работа, конечно, каждым депутатам будет спланирована. Об опасениях депутатов городского совета. Не очень понятно, как члены этой конкурсной комиссии будут учитывать мнение населения. Учитывая тот факт, что 5 человек представляются предоставленным губернатором, и эти люди все-таки, наверное, не имеют прямой связи с населением города. Мы не знаем, кто будут эти люди, возможно, будут какие-то чиновники, возможно, кто-то еще, но нет полного понимания. Освободили 6 одномандатных округов, средней численностью населения 45 тысяч человек. То есть, грубо говоря, порядка 250 тысяч красноярцев будут выключены из процесса по избранию, читая назначению главы города. О прогнозах результатов выборов. Всего 30 депутатов, да, необходимо набрать 19 мандатов. Единая Россия свой выбор сделала, поэтому, конечно, у нас есть безусловный фаворит, и, мне кажется, его шансы близки к 100%. У нас, как минимум, 6 депутатов имеют личную заинтересованность в отношении одного лица в вопросе получения своей заработной платы. Мне кажется, на это нужно обратить внимание, потому что, если еще пару человек возьмут на зарплату, то про прозрачности можно вообще только мечтать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!